Квартира, загородный дом, личный автомобиль. Это далеко не весь список имущества, которые могут арестовать за неуплату налогов. Сначала должники получают требования о погашении задолженности, причем забывчивым гражданам придется оплатить и так называемые пени, начисленные за каждый день просрочки уплаты налогов. Те же рязанцы, которые проигнорируют наши требования, уже попадают однозначно в категорию должников, с которыми мы работаем, дальше уже целым комплексом мероприятий. Во-первых, инициируются судебные процедуры взыскания задолженности за счет имущества должника в принудительном порядке. И я хочу сказать, что в качестве имущества должника может выступать и транспортное средство, и объект капитального строительства. Это могут быть и денежные средства на расчетном счете налогоплательщика. Дальше запускается цепочка событий. Налоговая служба передает информацию о должниках органу исполнительной власти. На арест имущества выезжают судебные приставы. В процессе ведения исполнительных производств устанавливается местонахождение должника, устанавливается имущество, принадлежащее должнику. Также принимаются меры принудительного исполнения, то есть это включает в себя арест имущества. Арест имущества происходит в присутствии понятых. Сейчас мы находимся на специализированной стоянке, на которой хранится арестованное имущество должников. В данном случае это автотранспортные средства. Можете обратить внимание, транспортные средства опечатаны. По словам налоговиков, основная причина долгов – халатность, реже невнимательность граждан. Как известно, узнать о платежах и оплатить их можно в любом отделении МФЦ или налоговой инспекции. Сделать это можно в том числе и дистанционно, через интернет-сервис госуслуги. У должника есть возможность вернуть арестованное имущество, оплатив счета в обозначенные судебными приставами сроки. Но если машину уже выставили на торги, с ней придется попрощаться.